Бывшему министру нацэкономики может грозить до 15 лет тюрьмы. Сегодня вице-министр МВД все-таки подтвердил, что Куандык Бишимбаев действительно задержан. И именно он может быть причастен к убийству молодой жены. Есть версия, что супруги повздорили в ресторане. Но официальные органы в заявлениях пока крайне осторожны. В столичной полиции лишь рассказали, что 31-летняя салтанат Нукенова скончалась от серьезных травм до приезда в скорой помощи. Дело расследуют по статье «Убийство». Анна Абрамова готова рассказать о том, что удалось выяснить к этому часу. Имя скандально известного экс-министра национальной экономики снова прогремело на всю страну. Накануне в сети распространили информацию, что Куандыка Бишимбаева, ранее уже осужденного за коррупцию, задержали, но теперь уже при других обстоятельствах. Его жена, салтанат Нукенова, скончалась в результате побоев, предположительно нанесенных мужем. Смерть женщины врачи неотложки констатировали в ВИП-зале этого ресторана. Он частично принадлежит семье экс-чиновника. По одной из версий, девушка скончалась задолго до того, как на место преступления успела приехать бригада скорой помощи. 9 ноября в 19 часов 54 минуты поступил вызов на пульт городской станции скорой медпомощи. По приезде бригады была констатирована смерть у женщины 1992 года рождения. Труп передан полиции. Из официального сообщения уже департамента полиции стало известно только то, что предположительно женщина скончалась от телесных повреждений в результате ссоры. И что дело завели по статье 99 Уголовного кодекса «Убийство», за которое виновный может получить от 8 до 15 лет тюрьмы. А то, что Куандыка Бешимбаева действительно задержали, журналистам подтвердил вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов. Вице-министр экономики Куандыка Бешимбаева. И как вообще у нас в общественном месте получилось возможным убить человеку? Как вы знаете, он задержан. Сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. О скандальном случае, в котором предположительно замешан бывший министр, уже высказываются в высоких кабинетах. Депутаты говорят, что готовы ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие. Если необходимость есть ужесточить законодательство, а мы его уже ужесточили, недостаточно серьезно, то мы и дальше пойдем на эти шаги. Тем временем общественность уже вынесла свой вердикт и Бешимбаеву, и персоналу ресторана, где все произошло. Место происшествия окрестили локацией смерти, а сотрудников обвинили в бездействии. Один из них, представившийся работником заведения, написал, что во время убийства никого из его коллег на месте не было. Я сотрудник данного заведения и прошу вас не осуждать персонал ресторана. Нас не было. Мы закончили смену и отправились домой. В ресторане охраны нет. Ресторан закрыли, и руководство решило посидеть после закрытия. И персонал тут не виноват. Кого считают виноватым в смерти Салтанат, ее родственники, пока неизвестно. Близкие девушки живут в ее родном городе на Эртеше и сейчас заняты церемонией прощания, сообщил ее дядя, экс-аким Павлодара. Хорошо о девушке отзываются и ее знакомые по колледжу. Они описывают ее как добрую и позитивную девочку, любимицу родителей. Жизнь младшей дочери можно было сохранить, если бы не одно обстоятельство. Безнаказанность. Если ему давали 10 лет, и он просидел полтора года, это уже о чем говорит? О том, что он знает, что в любом случае он выйдет раньше срок. Куандык Бешимбаев действительно освободился из мест заключения по условно-досрочному. Так постановил Абайский районный суд города Шимкента еще в сентябре 2019 года. А осудили экс-министра национальной экономики в одном из столичных судов. Приговор вынесли в марте 2018-го. Тогда его признали виновным в получении взяток на сумму в 346 миллионов тенге и в хищении из бюджета больше миллиарда. Ему назначили 10 лет лишения свободы. Но позже Куандыка Бешимбаева помиловали и сократили его срок до 4 лет. Тогда-то он и получил право на условно-досрочное, которое удовлетворил уже Шимкентский суд. Анна Абрамова, Артур Поляков, Асылхан Саминбетов, Столичное бюро КТК.